Как оформить гараж по амнистии? Инструкция. С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, который наделяет возможность регистрировать право собственности на гараж в ЕГРН. Документ предусматривает возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатного предоставления земли под ним. Здравствуйте! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакиным. В этом видео расскажу, как воспользоваться гаражной амнистией. Зачем нужен этот закон? Его еще называют гаражной амнистией. Он разработан для того, чтобы урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов, позволить гражданам в упрощенном порядке оформить собственность гаражей, а также и землю под ними. Большое число гаражно-строительных кооперативов было создано еще в советское время или до 2005 года, то есть до введения норм современного градостроительного регулирования. Поэтому их правовой статус в действующем законодательстве не прописан. Такие объекты нельзя назвать самовольными постройками, но часто на них утеряны правоостанавливающие документы. Поэтому оформлению, в том числе земельных участков, мешает правовая неопределенность, а граждане не могут противостоять их сносу, оформить собственность продать или передать по наследству. Шаг 1. Убедитесь, что под гараж подходит новый закон. Вы сможете оформить гараж собственность при соблюдении одновременно трех условий. Гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей. Гараж построен до вступления в силу действующего градостроительного кодекса до 2004 года. И гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению администрации района. Если вы решили начать оформление гаража, прежде всего обратитесь в местную администрацию. Узнайте, как на территории вашего муниципалитета будет реализовываться гаражное амнистие. Возможно, со стороны местной власти будет организована работа по всем гаражам и получится избежать излишних процедур. Вам не помешает оформить гараж следующие обстоятельства. Гаражный кооператив, членом которого вы являетесь, уже не существует. Ваш гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ним в одном ряду. У вас неоформлена земля под гаражом. Гражданин, у которого вы приобрели гараж, умер или вам о нем ничего неизвестно. Гараж принадлежал кому-то из ваших близких родственников, но после его смерти не было оформлено наследство. Земля под гаражом предоставлена кооперативу на праве постоянного, бессрочного пользования или на праве аренды. Шаг 2. Соберите необходимые документы. Прежде чем начать оформление гаража, тщательно изучите все документы, которые у вас есть и которые могут иметь хоть какое-то отношение к вашему гаражу. Любые справки, решения, технические описания могут стать основанием для оформления прав на гараж. Также можно обратиться в местные БТИ. У них на хранении могут быть документы, содержащие описание вашего гаража. Возможно, это позволит вам избежать расходов на кадастровые работы по подготовке технического плана на гараж. Оформить гараж вам позволит любое решение органов власти, в том числе советского периода, которое подтверждает, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом. Справка или другой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе. Решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающего деление вам гаража. Старый технический паспорт на гараж. Документы о наследстве, если гараж принадлежал вашему отцу, матери, дедушке, бабушке и т.д. Однако, если указанных документов нет, это еще не означает, что вы не сможете оформить гараж. Органы власти вашего региона наделены полномочиями по определению других документов, которые являются основанием для оформления прав на гараж по гаражной амнистии. Шаг 3. Выясните статус земли под гаражом. Для того, чтобы узнать, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете, можно обратиться в МФЦ, филиал кадастровая палата в своем городе, в администрацию, кадастровому инженеру, в Росреестр. Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете, также можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн. Шаг 4. Образуйте участок. В случае, если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, вам предстоит его образовать. Если стоит, переходите сразу к шагу 5. Итак, сразу приступайте к подготовке схемы границ участка под гаражом. Однако нужно иметь в виду, что в соответствии с земельным кодексом схему нельзя готовить там, где утвержден проект межевания. Подготовить схему можно самостоятельно или воспользоваться утвержденной формой. Но лучше обратиться за услугой к кадастровому инженеру. Схема может быть подготовлена в бумажном виде или в виде электронного документа по форме. После оформления схемы расположения земельного участка, вам нужно обратиться в администрацию района. Именно она распоряжается земельным участком под вашим гаражом. Если земельный участок находится в муниципальной собственности или в государственной неразграниченной собственности, то это муниципалитет. Если гараж расположен на земле, которая находится в региональной собственности, то заявление нужно подавать в адрес региональной власти. Если федеральный, то в Росимущество. Необходимо подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Ответ на него вы должны получить по истечении 30 дней. На основании положительного решения вы идете к кадастровому инженеру и просите его подготовить межевой план земельного участка и технический план на гараж. Когда кадастровый инженер сообщил вам, что документы готовы, нужно обратиться в МФЦ диском для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Либо подать документы в электронном виде, если есть такая техническая возможность. По результатам данной процедуры вы получите выписку из игры на земельный участок под вашим гаражом. Шаг 5. Отправьте документы в администрацию. Для того, чтобы завершить оформление прав и на земельный участок, и на гараж, необходимо официально отправить в администрацию. Решение о предварительном согласовании о предоставлении земельного участка. Выписку из игры на земельный участок. Технический план на гараж. Администрация, в свою очередь, должна будет принять решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Подать в Росрехср заявление о регистрации права собственного земельного участка. И о государственном кадастровом учете гаража. И о регистрации прав на гараж. Но я рекомендую сделать это самому, через МФЦ. Получив выписку из игры на земельный участок и гараж, вы можете быть уверены, что официально стали его собственником. Подписывайтесь на мой канал «Приоритеты с юристом». Поддержите лайком, если было полезно. Все мои контакты и социальные сети найдете по ссылке в описании. И делитесь этим видео со своими знакомыми. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»